Здравствуйте, уважаемые коллеги. Если говорить все-таки о медицинской стороне, со стороны медсестринской, и, так сказать, продолжая предыдущий доклад, получается, действительно, в нашей работе медицинская сестра все-таки должна быть умной. Не просто, так сказать, знать свое дело, но и развиваться. И, имея опыт уже выступления с этим докладом, я почему-то не думала, что в современном мире многие медицинские сестры, имея какую-то узкую специализацию, далекую от кардиологии, многие даже виды исследования не знали в сфере кардиологии. Поэтому изначально у меня был маленько другой доклад, но я его откорректировала, потому что многие медицинские сестры не знают диагностики в специализации кардиологии. Мой доклад называется «Диагностика НРС у детей в условиях стационара». Если говорить в общем, сначала я всегда говорю о том, что такое функциональная диагностика. Это раздел диагностики, содержанием которой является объективная оценка, обнаружение отклонений и установление степени нарушения функций различных органов и физиологических систем организма на основе измерений физических, химических или иных объективных показателей их деятельности с помощью инструментальных или лабораторных методов исследования. Функциональная диагностика в сфере кардиологии, да, то есть бывает вообще великое множество их, и мы все-таки с вами больше остановимся на через пищеводные электрокардиостимуляции в детском отделении. Также познакомимся, да, те, кто не знает, и повторим, что бывают такие виды исследования, как ЭКГ, суточное мониторирование АД, суточное мониторирование ЭКГ, нагрузочные тесты, прекрадиальное и инвигационное картирование, коронароангиография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковые методы исследования, сцинтиграфия миокарда, биопсия миокарда. Как мы с вами все знаем, да, суточное мониторирование артериального давления – это давление, измерение артериального давления в течение суток через небольшие интервалы времени, во время обычной активности пациента днем и во время сна с дальнейшей обработкой полученных данных. Вот в таком виде, да, примерно происходит это все. Также существует холтеровское мониторирование ЭКГ. Достаточно важное такое исследование при диагностике нарушений ритма сердца. Длительность может составлять от 1 до 7 суток, да, там также регистрируется ЭКГ на фоне воздействия фактора повседневной жизни, выполнение бытовой профессиональной нагрузки для выявления нарушений ритма и других патологий. Также используется у нас на базе кардиологии велоэргометрия, да, диагностический метод электрокардиографического исследования для выявления коронарной недостаточности и определения индивидуальной толерантности к физической нагрузке с применением возрастающей ступенчатой физической нагрузки, выполняемой исследованием на велоэргометрии. То есть в детской диагностике нарушение ритма очень часто используется, да, это исследование. К сожалению, детей фотографировать нельзя, да, фотографии были взяты из интернета. Так, получается, это не инвазивное направление, а направленное на получение записи биологических потенциалов с внешней поверхности сердца, да, используя при этом специальный пищеводный электрод и регистрационную аппаратуру. То есть через пищеводная электрокардиостимуляция, да, ну, выглядит, если смотреть на картинки, то есть пищевод вставляют через либо дыхательные пути, да, либо через рот. Показания к проведению – это подозрение на синдром слабости синусового узла с целью верификации диагноза и выбора тактики лечения, часто рецидивирующие пароксизмы, субвентрикулярных тахикардий, подозрение на латантный или скрытый синдром ВПВ, подозрение на скрытую коронарную недостаточность при невозможности выполнить другие методики диагностики ИБС, да, и купирование пароксизмов супвентрикулярных тахикардий. То есть это, конечно, не все показания, но в детской кардиологии в основном это используется. Противопоказания, да, несмотря на показания. Заболевания пищевода, опухоли сердца, аневризмы, стабильность стенокардия, острый инфаркт, нестабильность стенокардия, да, острые инфекционные заболевания, выраженная хроническая недостаточность и перикардит. Ну, здесь больше все-таки ко взрослым противопоказаниям. У детей обычно редко случаются противопоказания. Для диагностики, да, то есть что нам потребуется, какие этапы, как действуют, да, при этом исследовании. То есть первым идет эта установка пищеводного электрода, дальше определение порога стимуляции, да, определяет врач, дальше идет подача на электрод стимулирующих иммульсов по определенному протоколу, четвертый этап – это отбор и оценка анализов информационных фрагментов ЭКГ, да, то есть записывается это все в компьютере, и формирование архива пациентов, которым было сделано ЧПС. Ну, примерное оборудование, да, для ЧПС. Бывают несколько видов электродов, да, то есть бывают монополярные, бывают двухполярные, двухполюсные и трехполюсные, то есть различные виды электродов используются, да. Для проведения ЧПС, да, сердце необходимо иметь что? Специально оборудованный кабинет, да, оснащение, которого должно включать все необходимое как для проведения самого исследования, так и для купирования возможных осложнений. К такому оборудованию относятся многоканальный компьютер, компьютерный электрокардиограф, электрокардиостимулятор, специальные диагностические электроды, дефибриллятор, ларингоскоп, воздуховоды и набор медикаментов, необходимые для проведения исследования, да, и оказания неотложной помощи пациенту. Ну, то есть процедура инвазивная, да, проводится в специализированном кабинете. Подготовка пациента. Ну, здесь, как правило, если говорить о детской кардиологии, то обычно пациенты находятся с родителями, да, поэтому подготовку обычно объясняют родителям. Поэтому, как правило, проблем не возникает. Ну, естественно, иногда дети лежат одни. Необходимо все-таки за неделю, да, отменить различные антиритмические препараты, да. Кроме этого, за 48 часов препараты антиагинальные отменяются, да. На втором этапе, то есть желательно исключить мочегонные, крепкий чай, чай, кофе, никотин, да. Исследование проводится, как правило, натощак, да. Если у больного был приступ тинокардии, то не проводится, да, ЧПС. Ну, это больше ко взрослым, конечно, относится. И непосредственно перед исследованием при выраженном рвотном рефлексе желательно проведение анестезии, корме языка и задней стенки глотки раствором навокаина либо лидокаина. Введение и установка электродов в пищевод. Одним из важных условий, да, успешного проведения ЧПС, это является применение при медикации перед исследованием. До начала исследования производится анестезия, как я уже говорила ранее, слизистой оболочки носоглотки, орошение раствором любого местного анестетика, что позволяет уменьшить дискомфорт и установку электрода. Процедура проводится в положении больного лежа на спине без подушки. Электрод должен быть простерилизован. Существует два способа ведения, как я уже до этого ранее говорила, через нос, через рот, да. Предпочтительнее первый, но для него необходимо достаточно тонкий электрод. И свободная проходимость носовых ходов. Принципы методика ведения электрода не отличаются от методики ведения желудочного или дуодонального зонда. Их хорошо известно, да. Возможные осложнения, да, электростимуляции, тактика их лечения. Болевые ощущения во время ЧПС, поэтому в нашей практике используется, то есть, такой легкий сон, да, в детской кардиологии, потому что не всегда дети могут выдержать частоту импульсов, да, и дискомфорт им доставляет. Их устранение можно достигнуть изменением положения электродов в пищеводе, изменением расстояния между плюсами электрода и увеличением длительности импульса. В крайних случаях допустимо ведение анальгетиков. Сокращение диафрагмы и мышц грудной клетки требует изменения положения электрода, изменения амплитуды импульса, да. Раздражение носоглотки и пищевода уменьшается в местной анестезии слизистых оболочек. Ущемлением электрода в носовых ходах можно устранить осторожным вращением электрода вокруг оси, да, введением или, наоборот, удалением стилета. Приступ стенокардии требует прекращения ЧПС, прием нитроглицерина или анальгетиков. Развитие некупирующегося ЧПС пароксизма тахикардии требует внутривенного введения медикаментов либо кардиоверсии. Развитие острой сердечной или сосудистой недостаточности требует немедленного прекращения исследования введения кардиотонических или вазопрессорных препаратов. При несоблюдении правил ЧПС в очень редких случаях возможно развитие фибрилляции желудочков или асистолея, требующие немедленных реэмуниционных мероприятий. Спасибо за внимание.